В Черкасах спустя двое суток возобновили водоснабжение. Напомню, в 3000-м городе в ночь на 18 января из-за непогоды деревья оборвали высоковольтную линию, которая питала основную насосную станцию области. Из-за отсутствия воды вчера в городе объявили чрезвычайную ситуацию. Сегодня же профильный вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что руководители области несут персональную ответственность за ликвидацию последствий ЧАЭС. Напомню, при этом, что на выходных в южных и восточных областях снова ожидается мокрый снег. Співпраця, координация нацполиции, органов ДСНС, так и местные власти энергетики дает достаточно нормальную реакцию, если есть штаб, который координается, и все первые особи в области, и в координации с центральными органами управления занимаются этим вопросом. Если мы хотим с минимальными последствиями пройти наступное ускладнение погодных условий, я прошу вас, первое, это организация работы штабов, которые должны совершать своевременный мониторинг обстановки и на дорогах, и на обеспечении работы системы жилья и обеспечения, так и в других направлениях. И второе, это адекватное оперативное реагирование на початковом этапе возникновения возможных загроз. Продолжение следует...